Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции обсудили на расширенном заседании правительства МРИЭЛ, которое прошло под председательством главы региона Александра Евстифеева. Ещё одним вопросом повестки дня стало подведение итогов работы Государственной ветеринарной службы. Подробности далее в сюжете. Говоря об ограничительных мерах, ни в коем случае нельзя забывать о плановом социально-экономическом развитии республики. Все решения должны быть не просто правильными, но и дальновидными. Поэтому вопросы минимизации потерь малого и среднего бизнеса очень актуальны. Говоря о сфере туризма, где малый бизнес представлен достаточно широко, надо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле и все необходимые меры принимаются вовремя. На данный момент изменений стоимости услуг не произошло. Министерство спорта и туризма также работает в онлайн-режиме и с Федеральным агентством по туризму. Вся поступающая информация по решению вопросов, связанных с авиа или ЖД, перевозками, отменами бронирования, идет оперативно и рассылается руководителем организации сферы туризма. Также министерство находится в постоянном контакте с ситуационным центром УФНС России по республике Морел в части информирования по деятельности коллективных средств размещений и туроператорских организаций. Паники в сфере туризма не наблюдается, работа идет в штатном режиме. Также речь шла о налоговых льготах и преференциях, включая отсрочки платежей и трехмесячные моратории на различные проверки. Министерству экономического развития поручено проработать соответствующие меры поддержки малого бизнеса, причем сделать это в кратчайшие сроки. Ну а туристической отрасли необходимо скоординировать дальнейшую программу своей работы. Что мы вам предлагаем? Прежде всего проработать корректировку программы туристической деятельности в республике, скажем, начиная с 1 июня месяца, потому что мы знаем, что сегодня президент России, встречавшийся с предпринимателями в Москве, назвал приблизительные сроки снижения уровня вот этой пандемии и сказал 2-3 месяца. Значит, вы, министерство, должны скорректировать программу. Мы с вами хорошо отдаем себе отчет, что зарубежный, заграничный отдых в этом году будет сокращен. Это значит, что возможности внутри российского туризма растут. Поэтому вы должны быть готовы к нескольким вариантам развития событий помесячно. Если туризм будет открыт компетентными организациями России с 1 июня, с 1 июля, мы должны работать, понимая, что туристов нужно привлекать. Что касается работы гостиницы, это приведение в порядок их фондов основных и сохранение контактов с их потенциальными гостями, туристами. Для этого нужно делать переписку, рассказывать о туристических программах, какие есть и так далее, и так далее. Не забыли и о финансах. В республике действует фонд поддержки предпринимателей. Он работает сразу по четырем направлениям. Причем многие владельцы собственного дела могут кредитоваться на льготных условиях. Вопрос в том, чтобы эта информация была качественно доведена до всех деловых людей республики. Этим займется руководство фонда совместно с Министерством экономики. Нужно подготовить и в ближайшее время, как только ограничения по присутствию в общественных местах будут сняты, провести некие семена с представителями бизнеса и предпринимательского сообщества, где рассказать о разумном экономически логичном поведении для предпринимателей в современных экономических условиях. Льготы, возможности преференции. Но и мы при этом с вами все хорошо понимаем, что предоставление отсрочек, скажем, налоговых или налоговых каникул – это не амнистия налогов. Надо понимать, что жизнь завтра продолжится, и те хозяйствующие субъекты, которые могут, это надо объяснять, обязательно объяснять, обоснованно, те хозяйствующие субъекты, которые могут обойтись без налоговых каникул, они должны именно так и работать. Потому что время придет, накопится сумма долга или сумма для обслуживания кредита, и тогда эта проблема себя обнаружит в полном масштабе. Вот нужно разумно делать. Но о помощи мы с вами договорились, ее нужно прорабатывать, и ее нужно не навязчиво, но усиленно предлагать нашему предпринимательскому сообществу. Не менее важным вопросом является сохранение стабильной эпизоотической ситуации в республике. Согласно докладу Республиканской ветеринарной службы, ограничительные меры соблюдаются и здесь. Все сельхозорганизации работают в закрытом режиме. На производстве находятся только работники, которые задействованы в выпуске продукции. Что же до остальных рабочих показателей и цифр отчетности, то ситуация штатная. По итогам заседания председатель комитета по ветеринарии Республики Валентина Вавилова избавилась от приставки в Рио. Таким образом, работа еще одной экономически важной республиканской единицы, как и всей экономической системы МРИЛ, продолжается в штатном режиме.